Здравствуйте, я Владимир Антохин, в эфире программа Мы наука Наука и мы, программа о том, как наука изменить нашу жизнь в ближайшие 10 лет А я Екатерина Шугаева, и не поверите, через 10 лет наука запретит вегетарианство Почему не поверите? Я-то очень в это верю, поэтому я пригласил оптимистов, которые считают, что через 10 лет наука действительно запретит вегетарианство Это Елена Мясникова, инженер-технолог общественного питания Добрый вечер И Антонина Стародубова, врач-диетолог-кардиолог Добрый вечер, у меня в традиции в гостях скептики, это Сергей Кондаков, специалист в области биосенсирования Добрый вечер И Ольга Попова, философ, исследователь Добрый вечер Добрый вечер, в конце программы наши гости и оптимисты И скептики Сделают прогноз, с какой вероятностью через 10 лет наука действительно запретит вегетарианство Об истории вегетарианства расскажет наш эксперт профессор Капустин В самом упрощенном виде вегетарианство – это отказ об употреблении мяса и заодно и рыбы И это первая и главная глупость Мы – млекопитающие И наша первая пища – это грудное молоко То есть пища животного происхождения Нет ни одного человека, который бы родился вегетарианином Ну, может, кого-то миндальным молочком вскармливали Сейчас все может быть Наш организм приспособлен именно к пище животного происхождения Самые далекие наши предки точно не были вегетарианцами Они питались любой пищей, которую могли найти И предпочитали не растительную, а животную пищу Потому что она калорийнее Это понятно, ведь для существования любой особи Необходима энергия, получаемая из пищи И если для животной пищи энергетическая ценность колеблется От 20 до 40 килоджоулей на грамм То для самой калорийной растительной пищи Ну, например, для любимого мной горохового супа Или жареной на сале картошки Этот показатель не превышает и 10 Жареной на сале картошки Вот такое вот вегетарианское блюдо Это наш профессор У меня к тебе вопрос личный А ты легко можешь обходиться без мяса? Нет, я могу даже вот этот сырой кусок съесть Я на самом деле без мяса вообще никак А ты? Я вот, да, тоже Мне проще отказаться от картошки, чем от сала Жареного на картошке Ольга Владимировна, действительно, вот нам сегодня Капустин сказал Что ни один человек не рождается вегетарианством А в принципе, чем питался человек для того, чтобы стать человеком? Спасибо за вопрос Вопрос за ковыркой, мне кажется Ну, во-первых, когда появился первый человек? То ли тогда, когда он стал прямоходящим То ли тогда, когда он стал пользоваться огнем Это тоже огромное поле для исследований И до сих пор еще гипотезы создаются И до сих пор мы находимся вот в этом пространстве гипотез Ну, если вот отталкиваться от того, что Ну, условно говоря, где-то 2-2,5 миллиона лет назад Появились вот наши предки, которые были похожи чем-то на нас По определенным своим качествам То, наверное, существует одна точка зрения Что есть, было собирательство Другая точка зрения, что была вот охота На мамонтов же охотились, нет? И вот те, кто придерживаются первой точки зрения Говорят, что да, человек был вегетарианцем Он основывался вот на этом собирательстве Собирал растения, питался И вот на основе этого, собственно, он свою жизнь и осуществлял Но эта точка зрения, она, в общем-то, такая, недостаточная И в основном все-таки в последнее время ученые придерживаются Что человек – это такое вот всеядное животное Универсальное всеядное, которое в разный период своей эволюции Потребляло разную пищу То есть, допустим, до ледникового периода В основном это все-таки, наверное, были растения Потому что углеродный анализ показывает, что в зубных камнях Даже у некоторых людей остатки крахмала Остатки крахмала, остатки растений, которые свидетельствуют, что, наверное, все-таки это была основная пища А в то же время, когда меняются условия жизни Когда возникает совершенно другая катастрофическая экологическая ситуация Человек тоже сразу же вынужден приспосабливаться к этим условиям И вынужден менять свой образ жизни и свое питание То есть у него возникает, ну, своего рода новая философия еды И здесь, конечно, он адаптируется следующим образом Он начинает больше употреблять животной пищей Другие ученые предполагают, что, в общем-то, это не связано с ледниковым периодом Еще вот до ледникового периода была тоже, была либо охота Даже не охота, а был период, когда человек питался падалью То есть человек употреблял, например, костный мозг других живых существ Или просто мозг И, собственно, орудия, которые он изготавливал Они были приспособлены как раз для того, чтобы выскабливать этот мозг Вот из этих живых существ Да не совсем живых существ Ну, они могли быть еще живыми Почему? Потому что Не то, правда, может быть Существует точка зрения, что человек отбирал у хищников вот этих вот животных Да, они еще могли быть не совсем и умершими до конца То есть тут тоже мы можем только предполагать Вот, ну, конечно, в основном все-таки это была падаль Что касается охоты, человек, конечно, охотился Вот, но опять-таки предполагается, что, возможно, он охотился только защищаясь от хищников Уже потом вот эта вот классическая охота, она развивалась намного позже Как минимум, человек всегда питался грудным молоком, когда рождался Конечно, но это тоже интересное отличие Как питался человек в древности грудным молоком И как питается грудным молоком и сейчас То есть вообще период отлучения от груди Он у нас сейчас намного раньше осуществляется Человека могут в год отлучить, могут в три А раньше? Могут еще раньше А раньше в четыре, в четыре с половиной В семь лет, как у обезьян, у наших предков, да? По мнению некоторых ученых И вот этот период, конечно, растягивался То есть сейчас человек отлучается вот от этого питания основного, от грудного питания намного раньше Это другая совершенно ситуация То есть мы постоянно находимся вот в этой ситуации опровержения наших гипотез И я не могу сказать, что те факты, которые я сейчас воспроизвела, это действительно именно факты Это именно пространство гипотез, с которым мы живем Спасибо Хорошо, вот как раз к новой философии еды Антонина Владимировна, когда возникло такое движение, как вегетарианство и вообще по какой причине? До сих пор нет, пожалуй, единого подхода, что считать чистым, условно говоря, вегетарианством То есть что это полный отказ от пищи животного происхождения и только употребление пищи растительного происхождения Или есть, допустим, флекситарианство, когда иногда человек, может быть, раз в месяц Может разрешить и позволить себе употребление мясной пищи Или пескотарианство, когда можно есть рыбу Или лакто-ово вегетарианство, когда можно или яйца, или молочные кладки Это не понятно, как с психологом И вот большой спектр различных подходов и отсутствие единого потребления термина вегетарианства Мешает нам понять его реальные последствия для здоровья Это мы еще обсудим, но после рекламы я пока мясо отнесу на кухню Реклама на НТВ В эфире программа Мы и наука Наука и мы Программа о том, как наука изменит нашу жизнь в ближайшие 10 лет Через 10 лет наука запретит вегетарианство Пользу в вегетарианстве пытался найти наш эксперт профессор Капустин Согласно последней статистике, на планете сейчас примерно 400 миллионов вегетарианцев Их количество растет с каждым днем По самым разным причинам Главное, это стало модным Только в США количество вегетарианцев за последние 3 года увеличилось на 600% Лично я негативно отношусь к вегетарианству Но мне было интересно узнать, что думают о вегетарианстве сами вегетарианцы Оказывается, вегетарианцы защищены от раковых опухолей У них низкая вероятность возникновения болезни сердца А как они заботятся о голодающих? Ведь одну порцию мяса можно заменить семью порциями каши А их забота о животных Ведь им так тесно в загонах Оказывается, животные на фермах подвергаются пыткам Ну, пытками вегетарианцы называют прививки И даже, вы не поверите, животных рассматривают как бездушных машин А бедные цыплята не могут заснуть из-за постоянного освещения Ведь на свету птицы растут быстрее И ужас-ужас умерших животных используют в качестве корма для своих же собратьев Об одном забывают вегетарианцы В мире миллиарды людей могут только мечтать о мясной диете Ой, а бедные мамонты так страдали, так страдали Чтоб все умерли Елена Николаевна, а какие науки, помимо диетологии, сегодня изучают вопросы питания Вообще, как они это делают? Над кем эксперименты ставят? Питанием занимается достаточно большое количество отраслей И научных, и производственных Начнем с науки Одну из отраслей, которая, я считаю, и наука, которая диетология Которая лежит в основе основ Мы все прекрасно знаем, понимаем И те, кто связан с питанием И медики, и пищевые технологи Прекрасно понимают, что с диетологии начиналось на самом деле все А биохимия, биохимические процессы Биотехнология, которая сейчас достаточно актуальна и развита Потому что на самом деле вопросы хранения Вопросы производства, хранения и продвижения на рынок Они напрямую зависят от биотехнологии И от уровня развития биотехнологии Несомненно, такие науки, как и философия И этнографии Этнографы тоже изучают А как питался человек А как изменилось в процессе эволюции взгляды на питание Поэтому вопросами питания занимается на самом деле Действительно достаточно большое количество людей Представители медицинских профессий Помимо диетологов Эндокринологи занимаются процессами Вопросами питания Гастроэнтерологи Да, они уже, может быть, лечат Последствия неправильного питания Но тем не менее Грамотный гастроэнтеролог Его цель и задача Именно предотвратить заболевание Да, и проводить грамотную политику В плане выстраивания пищевого рациона Поэтому Занимаются все Занимаются очень Да, и экономисты тоже самое Потому что нужно создать такой продукт Который можно продать Елена Николаевна, а вы вот согласны, что Диетология многих, наверное, стран Подвержена все-таки, да? Маркетику, политике, экономике А наша меньше этому подвержена То есть мы действительно слушаем больше Должны слушать больше наших диетологов Вы знаете, да, я согласна И вот такая проблема Которая в последнее время возникает И очень часто мы видим Что диетологию приравнивают к нутрициологии Ставят знак равенства Диетолог и нутрициолог Вот я с этим категорически не согласна Почему? Потому что Диетолог – это прежде всего врач И проблемами питания должен заниматься врач Нутрициолог – это специалист Который может не иметь базового образования И зачастую базового образования В медицинского не имеет Он может, да, прекрасно разбираться В модных новых тенденциях в питании Пройти, скажем, небольшое обучение Может быть, даже какой-то онлайн-курс И решить, что он может давать Советы Подбирать рационы Корректировать питание О чем, собственно говоря, нутрициологи заявляют Поэтому, да, я все-таки Больше склонна доверять диетологам И основываться на тех принципах Диетологии, которые мы все изучали Вот как раз вопрос к диетологу Вот, Антонина Владимировна Вот эти вот белки, жиры, углеводы Клетчатка Клетчатка Витамины Вот это вот Зачем оно нам все вот это Наверное, так быстро Не объяснишь? Можно я нарисую? Спасибо Основные пищевые вещества Мы назовем их макронутриенты Они составляют основную часть потребляемой нами пищи Напишем, макронутриенты Макро К ним относятся три основных группы Начнем с главного Белки Белки Совершенно верно Жирный Строительный материал Да, жиры И углеводы Что мы знаем про белки? Основное Это, конечно же, источник энергии, как ни странно Но также источником энергии будут являться и углеводы И основное вещество, где запасается энергия, это жиры Кроме того, жиры нам нужны еще для строительства клеток Основной компонент клеточной структуры, мембраны Мембраны клеток И белки также нужны для пластической функции То есть для строительства самых разных структур в нашем организме Кроме того, они нам нужны для защиты Иммуноглобулины, интерфероны, основа работы иммунной системы Защита Гормоны Это тоже белки И жиры Основное все-таки в структуре – это белки И транспортная функция Кислород не поступит в клетки без гемоглобина Транспорт Важнейшие вещества транспортируются в том числе за счет молекул, содержащих белки Есть еще пищевые волокна, которые бывают растворимые и нерастворимые Которые тоже играют очень важную роль И одна из важнейших функций – это поддержание здоровья микробиота кишечника То есть та самая трава, которая вегетарианцев Да, и в том числе она необходима Среди деревьев вот этот вот Да, нормального функционирования в целом желудочно-кишечного тракта Да, я на мелких деталях разрешите не останавливаться Нам еще нужно обсудить микронутриенты К ним отнесем Витамины и минералы Само слово витамины уже переводится как витус – жизнь Жизнь Из них невозможно жить, совершенно верно Витамины И минералы И витамины, и минералы необходимы нам для поддержания самых различных процессов обмена веществ Тех же работы гормонов, ферментов и прочее Без них также нам бы пришлось очень сложно Но есть еще и минорные биологически активные соединения Мы раньше про них мало знали Теперь мы знаем, что без них тоже жизнь Полноценная жизнь невозможна Они в том числе оказывают поддержание тоже обмена веществ Антиоксидантные функции, защитные функции Помогают работать целым другим органеллам А это что, минорные? Допустим, вы, наверное, слышали Коэнзим Ку-10 или биотин Это вещества, которые нужны нам в небольших количествах Но без них также невозможно поддержание обмена веществ И если возвращаться к макронутриентам То мы видели, что основная функция, которую мы обсуждаем – это энергетическая Есть и кроме пищевой, да, остальной И вот в энергетический вклад в рацион, да, жирки, жиры должны относить вклад где-то 30 плюс-минус 5% Вот энергетическая ценность рациона Углеводы 50-60% где-то А белки, ну, считается около 15%, но плюс-минус 5% для разных групп населения И несмотря на то, что вклад белков, да, в энергетическую ценность рациона небольшой Но без них, по сути, жизнь во многом невозможна Ни гормонов, ни транспорта, ни защиты, ни мышцы нарастить И мы еще не нарисовали здесь, но мы точно знаем, что есть эссенциальные пищевые вещества То есть вещества, которые не синтезируются у нас в организме И к ним относятся, в том числе, незаменимые аминокислоты Они только в белке есть Мы можем получить их только в пищи Только в пищи Да, только в пищи Подождите, то есть в талате должно быть 50% углеводов, 15% белков и сколько там, 30% жиров? В суточном рационе Это от суточной энергетической ценности рациона Вклад жиров 30%, белков 15% Еще раз, эти незаменимые аминокислоты, которые есть только в белке В белках и только с пищей Только в белках животного происхождения Только в белках животного происхождения Незаменимые аминокислоты есть И в этом проблема вегетарианства Потому что люди, которые не употребляют белки животного происхождения Не получают эти незаменимые аминокислоты И ряд других важнейших элементов Ага, спасибо Вот как раз у меня вопрос, да, Елена Николаевна Вегетарианцы говорят, что они не отказываются в принципе от белка Они просто заменяют животный белок белком растительным Вот, фасолька, например Фасоль, ну, по идее белок А чем-то животный белок отличается от растительного белка? Ну не в принципе, а вот для здоровья организма человека Отличается И отличается достаточно существенно вот как раз таки Теми незаменимыми аминокислотами О которых говорила нам Антонина Владимировна В продуктах животного происхождения Мясо, рыба, молоко, молочнокислые продукты, яйцо Есть все незаменимые аминокислоты Аминокислот, их достаточно много Но в продуктах питания 20 аминокислот встречается 8 из них незаменимые То есть это те аминокислоты Которые не синтезируются в нашем организме А должны поступать только с пищей Только с пищей И как раз таки вот все незаменимые аминокислоты Есть в продуктах животного происхождения Белков в растительных продуктах Тоже может быть много Приведу пример Допустим, общего белка в мясе, в говядине Допустим, 22% В той же сои до 35% Но это белок принципиально другой Аминокислоты в продуктах растительного происхождения Они лимитированы по некоторым незаменимым аминокислотам То есть там некоторых незаменимых аминокислот просто нет Просто нет В некоторых, например, растительных белках 2-3 аминокислоты незаменимых А в продуктах животного Оставшихся 6 нет Оставшихся 6 нет И самое это страшное, что они в организме Не будут образовываться Не будут вырабатываться К чему приводит вот такой дисбаланс? Да, еще вот что нужно сказать. Ведь в продуктах растительного происхождения, ну, например, в сои, да, белка много, но в сои есть еще и ингибиторы ферментов. То есть те вещества, которые подавляют усвоение пищевых продуктов. Да, ее обрабатывают сою, ее можно там вымочить, измельчить и так далее, чтобы снизить вот этот вот негативный эффект. Но, опять же, это не полноценный продукт вот с точки зрения аминокислотного, содержания полноценных аминокислот. Вегетарианцы ратуют за то, что они получают белок из продуктов растительного происхождения, например, из орехов. Ну, вот для того, чтобы получить в орехах где-то около 4% белка, вот для того, чтобы получить суточную дозу, суточную норму белка, нужно съесть такое количество орехов, которое будет очень тяжело усваиваться раз, и потом жиров. Вот именно. Там столько будет жира, что вот тот самый баланс, он просто нарушится. Поэтому здесь еще, опять же, такая проблема. Те, кто отказывается от продуктов животного происхождения, не получают витамины группы В12. Не только белки неполноценные, но и, например, нет витаминов группы В, группы В12 в частности. Это не один какой-то витамин, их несколько. Это группа витаминов, которые содержат кубольт. Вот самое интересное, что эти витамины, они участвуют в процессе преобразования аминокислоты гомоцистеин в метионин. И вот если этот процесс нарушается, когда нет витамина В12, то на стенках сосудов начинает откладываться холестерин. И то, за что ратуют вегетарианцы, что вроде бы они едят растительную пищу, у них нет холестерина, на самом деле это не так. Дисбаланс такой происходит. Они же часто говорят, ничего, мы таблеточками догонимся. Вот там какие-то возьмем, и все эти ваши В12, все таблетками наедим. Таблетки не... Ну что значит? Поливитаминные какие-то препараты, да? Но они не решают проблему, они не... Организм не усваивает. Конечно, организм не усваивает. Вы знаете, я когда еще училась в институте, это было достаточно давно, и вот я помню, в журнале «Наука и жизнь» была такая статья, что через 20 лет вообще продукты питания просто исчезнут, исчезнут, а мы будем на завтрак, на обед, ужин есть таблеточки. Голубенькую, например, на завтрак, или розовенькую, да, голубенькую на обед, и зелененькую на ужин. И все полезные макро- и микро-нутриенты мы получим. Вы знаете, эти 20 лет прошли, и прошло гораздо больше времени, ну, к счастью, наверное. Самые здоровые люди все равно живут в деревне, которые просто пьют... Конечно. И приготовление блюд, и жарка шашлыка, да, и приготовление на огне, или же на другими видами тепловой обработки, способами тепловой обработки, например, тех же мясных продуктов, это до сих пор остается актуальным, и это потребность, и это, несомненно, большое удовольствие. Спасибо большое. Давайте ненадолго прервемся. Реклама на НТВ. В эфире программа... Мы наука. Наука и мы программа о том, как наука изменить нашу жизнь в ближайшие 10 лет. Через 10 лет наука запретит вегетарианство. Вот как раз о вреде вегетарианства расскажет наш эксперт профессор Капустин. Конечно, вегетарианство – это глупость, и это зло. Избегать мяса вредно, прежде всего для мозга. Мозг потребляет 20% всей энергии, хотя его вес меньше 2% от нашего тела. И именно мясо сделало нас людьми. Во многих странах отношение к вегетарианству негативное. Немецкое общество питания запретило детям, подросткам и беременным вегетарианскую диету. В Бельгии грозит тюрьма за принуждение детей к вегетарианству. Также можно получить срок за такую же диету, вы не поверите, для домашних животных. Воздержание от потребления мяса реально влияет на мозг человека. Очень негуманный эксперимент был проведен на детях в Кении. 500 школьников разбили на 3 группы и кормили по-разному. Одним давали мясной суп, другой группе суп молочный, третьим суп овощной. Через 7 лет сравнили уровень интеллекта. Дети, которым каждый день давали мясной суп, значительно превосходили своих сверстников по интеллекту. Вы можете как угодно относиться к своему организму. Но не надо ставить эксперименты над детьми. Впрочем, если вы хотите сделать ваших детей идиотами, начните с первого дня кормить их только морковкой или брокколи. Ну и получится у вас вегетарианцы. Недаром дети не любят брокколи, есть у них чуйка. Сергей Милович, продолжительность жизни человека зависит от баланса правильного питания, вообще от правильного питания. Есть ли этому научные предприятия? Давайте определимся, что такое правильное питание. Вот мои коллеги, диетологи и нутрициологи, они, вся диетология оперирует двумя понятиями. Калорийность и состав. Вот скажите, пожалуйста, в этих координатах человек есть? Плюс еще один сбалансированный. Ну и сбалансированный. Человек это не тут. Получается так, что вот вся наука сводится к нам, как к машинам. А мы сидим за столом, мы одеты по-разному. У нас разные пищевые предпочтения, значит, разные мировосприятия. Геном у нас тоже разный. В результате получается, что нужна еще одна координата для того, чтобы оценить воздействие пищи, но не на какого-то абстрактного человека, а на конкретного. И вот последние 10 лет во всем мире стали развиваться так называемые омиксные науки, которые просто изучают воздействие того или иного пищи и как она в том числе трансформирует человека. Вот 5 лет назад мы в международном коллективе выпустили первую вообще книгу в этой области под названием «Иммунная диетология», где рассмотрели все возможные варианты, как можно подбирать свои продукты питания, подходящие вам и так далее. В этом случае, да, можно говорить, что питание связано со здоровьем, как оно, значит, будет влиять тот или иной продукт, и как следствие мы сразу переходим к существующей пищевой революции. Некоторые генетики говорят, что для того, чтобы организм адаптировался к пищевой среде, необходимо, чтобы прошло от 10 до 30 поколений. Вот у нас это случилось в 50-х годах. Что мы сейчас наблюдаем? У нас эпидемия ожирения. Да. Значит, почему? Продукты изменились. Изменились. А питаемся мы как раньше. Питаемся мы как раньше, и наш организм отвечает на это тем, что начинает... Мне вообще кажется, что никогда в жизни у людей не было столько продуктов. Ну, просто человечество никогда столько не ело, сколько я сейчас просто на полках много. Вы знаете, можно говорить о том, что ели, не ели и так далее. Можно идти по первому закону термодинамики. Едим меньше, будем... Живем дольше. Ольга Владимировна, кто, кстати, сравнил продолжительность и качество, главное, жизни вегетарианцев и мясоедов. Ну, на самом деле, вот таких вот широких исследований не было. Почему? Ну, почему? Ну, потому что это очень тяжело. Представьте, найти такую огромную выборку, которая бы согласилась... И есть мясо. Да, и в течение десятков лет, да, исследовать там огромную популяцию. Я бы согласился есть, наоборот. Да, да, да. Не найдется тех, кто согласятся не есть мясо. Мне попалось одно очень интересное исследование. Это исследование проводилось в отношении анвентистов седьмого дня. Это протестантское течение. И там достаточно большая выборка была из 100 тысяч человек фактически. То есть 95 или 96 тысяч. И, в общем-то, половина из этих людей были вегетарианцами. И ученые обнаружили, что вегетарианцы, они действительно имеют меньший риск заболеть диабетом. У них меньший уровень холестерина. У них есть какие-то показатели, в соответствии с которыми предполагается, что они меньше будут склонны к сердечно-сосудистым заболеваниям. А живут они в секунду. Но это может вообще не влиять на продолжительность жизни, понимаете? То есть другие факторы их убьют. Тут шаги, наверное. Ну, по факту получается так. И в отношении рака, когда кто-то оптимистично заявляет, что у них меньше будет онкологических заболеваний, это все очень неоднозначно. Потому что мы не можем учесть все те факторы, которые повлияют на конкретную жизнь, на конкретную личность. Хорошо, Антонина Владимировна. Но у меня в студии есть успешный кейс, когда сначала была, скажем так, белковая пища животного происхождения, а потом уже чистое-чистое вегетарианство. И, как видите, хорошо себя чувствует, замечательно выглядит. Но это с животным-то более-менее все понятно. А что может произойти с человеком, если ему с детства не давать животный белок или, наоборот, сначала давать, а потом отказать ему в животном белке, будет такой же упрямый? Вопрос интересный и очень важный. Существует теория тысячи дней. Считается, что с момента рождения, в течение тысячи дней происходит закладка всех основных систем и органов. И вот это такой уязвимый период. Если все необходимое ребенок получает в этот период, то он и в дальнейшем развивается хорошо, долго живет и не болеет. Потом можно стать и вегетарианством. Но вначале должен спокойно пить молоко. И вот в этот период поступление всех нужных пищевых веществ обеспечивает и нормальный рост, и развитие в целом, и самое главное, нормальное формирование головного и спинного мозга. То есть первые три года, по идее, наука не рекомендует ребенка делать вегетарианство. Совершенно верно. И мы слышали, что в ряде стран запрещено вегетарианство и беременным, и кормящим, и детям до трех лет. А потом? А если человек решил, не знаю, там, в 40 лет стать вегетарианцем? Это немножко другой подход. И, как правило, когда к нам на прием, например, как ко мне к диетологу, пришел бы человек-вегетарианец, то это взрослый человек. То это его, как правило, личное решение, которое может быть обусловлено в том числе какими-то этическими, религиозными воздействиями. Здесь я уже не могу повлиять на него. Но я должна обязательно объяснить ему риски. И я должна... То есть если ему в решении однозначное изменение не подлежит, то как врач-диетолог может подобрать ему диету, которая будет позволить снизить риски от вегетарианства? Объясните мне, какие вот у него будут риски? Вы сегодня уже говорили вот с Еленой Николаевной, что, например, есть 8 незаменимых аминокислот, которые там, да, есть только в животном белке. Вот если человек их не получает, как быстро он заметит, что что-то в нём изменилось? И что конкретно изменится? Уже было сказано про то, что мы живём в эпоху доказательной медицины. Первое, о чём мы точно знаем, что установлено и доказано, это то, что неограничительные диеты... А вегетарианство один из вариантов в любом варианте, да, в любом его проявлении, это ограничительная диета. Ограничительные диеты приводят к повышению риска различных пищевых... Недостаточно, допустим, белково-энергетическое... Это медицинские термины, медицинские заболевания, микронутриентная недостаточность, белково-энергетическая недостаточность. Каждый, допустим, дефицит железа, мы знаем, будет анемия. Дефицит витамина В12, целый ряд неврологических или других проявлений может быть. Дефицит кальция, витамина Д, проблемы с костями. И так можно продолжать. Полиненасыщенные жирные кислоты, которые, если человек не ест рыбу, тоже очень много различных негативных последствий для здоровья. Хорошо, коротенький эксперимент хочешь? Ну, давай. Вот смотри, вот тебе два бургера. Один с настоящим мясом, а второй с соевым. Попробуй, как ты думаешь, какой из них какой? Можешь понюхать, попробовать. Ай, булочку могу не есть? Можешь не есть булочку. Могу только мясо попробовать? Можешь только мясо. Холодный-то мог бы тёплый приготовить. Тут обязательно надо было в бургерах. Можно было нормальное мясо пожарить? Ради науки надо пострадать. Хорошо. Но? Ну, вот это вкуснее. Не могу объяснить, почему. Вот это с мясом, да? Это вкуснее, да. Ладно, проверим. Не угадала. При этом, как я представляю, сколько... А знаешь, вкуснее, потому что там химических добавок больше. Чтоб ты не сомневалась, вот, да, пожалуйста, да. Там просто химических добавок больше. Ты накормила меня химией? Так вот, да. Она более солёная, соя, да. Она вкуснее, кажется. Елена Николаевна, так каких прорывов в исследовании вопросов питания вы ожидаете в ближайшие 10 лет? Может ли, вот, допустим, соя полностью заменить мясо, например? Подсадит на более вкусненькое? Вот это как раз-таки работа пищевых технологов, да? Они сделали из того, что, в принципе, не полезно, не очень может быть вкусно по сравнению с жареным мясом, да? Что для тебя, милая? Что для тебя? С помощью различных пищевых веществ. Это вкусоароматические компоненты, да? Это те пищевые добавки, которые как раз-таки вот и обманули вас, да? Соль. Да, помимо сои, я думаю, что там ещё добавили глютамат натрия, аминокислота, которая имитирует вкус и запах мяса, да? Ну, и ряд пищевых добавок, которые как раз-таки и приблизили вот этот соевый бургер к мясному. Я категорически против того, чтобы называть продукты из растительного сырья аналогами, да, вот стейк из сои. Не может быть стейк из сои. Стейк может быть только из соответствующей части говядины, да? А уже если это какая-то котлета, я не знаю, как её угодно можно назвать, это уже совсем другая история. Соевый суррогат. Да, да, может быть и так. Вот, и на самом деле сейчас приготовление блюд и производство, индустриальное производство продукции из сои, да, и из других растительных компонентов, ну, шагает семимильными такими шагами. А почему это стало так модно? Во-первых, абсолютно правильно, Екатерина, вы сказали. Мода, существует мода. Мода существует не только на одежду, но и на еду тоже. Вот сейчас очень большое количество, особенно молодых людей, они подвержены влиянию моды, как раз-таки подсели на вегетарианство. И, нужно сказать, появилась целая индустрия как в пищевой промышленности, так и в ресторанном бизнесе, предприятия, которые предлагают не только в общем меню вегетарианские блюда, да, но и целые вегетарианские сети. Ну, дело в том, что любой человек, да, он подвержен влиянию общества, да, вот, и опять же, если рядом находятся люди, которые его активно вовлекают, ну, несомненно, ну, может быть, и да. На самом деле, но я бы какой ограничительный фактор назвала стоимость. То есть, сравните килограмм мяса и килограмм вот этих вот самых изделий из сои. Они дороже. Они дороже, и дороже существенно. Вегетарианство просто дешевле. Нет, наоборот, дороже. Дороже вегетарианство. Вот эти вот самые булочки, вернее, вот эти самые котлеты в булочке, да, и сои, они в два с половиной раза дороже будут и тем, чем те, которые из мяса. Но это модно, понимаете, и сейчас в обществе... Так это модно, я даже поняла, на самом деле, вегетарианцами становятся, знаете, такая модная молодежь, у которых денег немерено, нормальные люди, у которых есть, да, зарплата живут, вегетарианцами не становятся. Конечно, и понимаете, придя вот в это общество, где модно сейчас сказать, я вегетарианец, выглядеть, ну, простите, белой вороной, наверное, наверное, а мне, пожалуйста, стейк. Нет, на самом деле, вот такие сейчас тенденции в обществе есть. Я думаю, что правильная, грамотная политика просветительская, вот как раз-таки не нужно говорить, давайте мы это запретим, запретить науку, движение вот всевозможных научных направлений, их невозможно. Но можно грамотно, правильно проводить просветительскую деятельность, объяснять пользу и вред, особенно применительно к детям, подросткам. Вот именно это, на этом нужно ставить и делать акцент. Давайте теперь ненадолго прервемся. Реклама на НТВ. В эфире программа «Мы и наука». Наука и мы. Программа о том, как науку изменить нашу жизнь в ближайшие 10 лет. Уважаемые гости, оптимисты и скептики, у меня к вам ко всем вопрос. Я надеюсь, наши красивые девушки не обидятся, так как Сергей Емельевич у нас сегодня за все мужскую науку. Отдается, да, да. Мы начнем именно с вас, как самого смелого. Есть ли у вас прогноз, с какой вероятностью науку запретить вегетарианство? Наука всегда носит рекомендательный характер, а уже законы принимают власти. Значит, с точки зрения питания будущего, мой прогноз следующий. Дай бог, чтобы нас миновала мода, которая сейчас пошла на Западе на мясо из насекомых. Бог ты мой. Вот, мы находимся сейчас на переходном этапе, когда идет пищевая революция и ее последствия мы будем ощущать еще ближайшие 20, 30, 40 лет. Прогноз. На здоровье. Прогноз. Вегетарианство, оно будет в ограниченных социальных группах по религиозным или каким-то... Модным тенденциям. Вот, тенденциям. Это, пожалуйста, как физиологически она не всем нам, как к человеческому виду, не подходит. И тогда с какой вероятностью наука запретит вегетарианство? А ну, еще раз, если мы возьмем индусов по религиозным соображениям... Нет, мы не говорим вот религиозные, да. Мы не можем говорить о, значит, запрещении или разрешении вне конкретного контекста. Итак, с какой вероятностью наука рекомендует запретить вегетарианство по причине его вредности? В России? Да. В России нет. Ну, то есть ноль. Ноль процентов. Ноль. Ноль. Спасибо большое. Наука – незаконодательный орган. И внести в кодекс об административных правонарушениях, например, штраф за следование вегетарианству, конечно, никто не будет. Но я думаю, что наука накопит настолько аргументированную, доказательную базу о, скажем, вреде или негативных последствиях именно вегетарианства, что здравосмысл возобладает. И вот это рациональное, адекватное питание, оно будет превалировать. Какое вероятность? Вероятность. Питание – рацию, рацию – разум, да? Я думаю, что процентов 70-75… Давайте 75. 75. Здраво вас. 75. Спасибо большое. Мне кажется, действительно, наука не обладает карательной функцией. Во всяком случае, вот на современном этапе развития. Но, тем не менее, мы проходили и через запрет генетики, и через запрет кибернетики, и через карательную психиатрию. И, собственно, вот такие прецеденты, они могут возникать. И вот если мы представим ситуацию, когда к власти придут эксперты, ну, в кавычках, или в кавычках эксперты, и будут транслировать какую-то законодательную базу, то вот в этом случае, возможно, ее и запретят, его, феномен вегетарианцев запретят. Но, мне кажется, я бы отвела на это 5%, не больше. 5%. Спасибо большое. Антонева Владимировна, есть у вас прогноз? Какой вероятностью наука рекомендует запретить вегетарианство? Мы уже говорили о том, что существуют такие прецеденты, и они, на самом деле, не носят исключительно такого наказательного, карательного характера, а скорее для профилактики. И речь идет о определенных группах населения. Это дети, беременные, кормящие прежде всего, или люди, имеющие определенные заболевания. А, во-вторых, это определенные варианты вегетарианства. И самый строгий вариант вегетарианства – это веганство. То есть это полный отказ от всех продуктов животного происхождения. И вот в этом случае достаточно высокая вероятность то, что мы, как сообщество, признаем, что это нецелесообразно и несет определенные риски для здоровья. И в этом случае я ставлю 80%. 80%. 80%. Спасибо большое. Володь, с вероятностью 40% по прогнозу наших гостей наука запретит вегетарианство. Очень понимаю наших гостей, наука действительно не карательный орган, не признано ничего запрещать. Но, однако, сегодня… Ну, может, по крайней мере, рекомендовать. Да, и оптимисты и скептики согласны, что вегетарианство, особенно строгое веганство, ничего хорошего не несет. Это просто такая условно-модная тенденция. Кстати, опросите меня, пожалуйста, с вашего разрешения. Могу вас спросить, кто из вас готов отказаться от мяса в жизни? Вы бы готовы мне, да? Я отказывалась уже, да. Но именно в сознательной жизни. А детей своих бы лишили мяса? Нет. Вот. На самом деле здесь всегда вопрос нашего сознательного решения во взрослой. Во взрослой жизни знаешь, что там чего только не сделаешь. А, конечно, то, что иногда и детям не дают мясо, которое им так необходимо, животный белок, который несет аминокислоты незаменимые. Это очень странно. И тут прям очень хочется рекомендовать, чтобы наука строго рекомендовала не отказываться. Ну, вот Елена Николаевна упоминала журнал «Наука и жизнь», что они написали, что человек будет питаться пилюлями, только я вспомнил анекдот по этому поводу, что у человека будущего будут маленькие ручки, потому что все за него будут делать роботы. Будут маленькие ножки, потому что он все время будет ездить. Будет маленький желудок, потому что он будет питаться высококалорийными пилюлями. И будет большая голова, потому что он будет очень много думать. Думать о том, где достать эти пилюли. О том, как плохо живется. Да, чтобы ты не переживала без мяса. Ты пожарил тот кусок. Господи, родной мой, спасибо тебе огромное. Очень я люблю мясо. Это была программа «Наука и мы». Программа о том, как наука изменить, в том числе и нашу с тобой жизнь в ближайшие 10 лет. Старайтесь питаться правильно. Приятного аппетита. Увидимся через неделю. Пока. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»